ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лена! 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 Лена, ты где? Лена! Что с тобой? Вызывай скорую. Это кровь? Вызывай скорую, пожарных. Я сейчас приведу себя в порядок и спущусь. А я… Давай-давай, сворачивайся. А в доме еще есть кто из хозяев? Нет, только я и сестра. Только вы, сестра, если кому понадобится медицинская помощь, обращайтесь, пока скорая не уехала. Нет, спасибо, не нужно. Добрый вечер. А кто там в машине? Труп мужчины. Обгорел полностью, опознать нельзя. Элли, не он? Наташа, это… Нет, нет, нет. Вам туда нельзя. Какой она не беспокойно? Вам туда нельзя. Послушайте, это машина моего мужа. Послушайте, послушайте, послушайте. Его нигде нет, я ему звонила, у него телефон не наступит. Дело обгорело. Пусть идите меня. Опознать можно только по зубам. Послушайте, утром приедет следователь и поговорит с вами. Пусть идти. Будьте дома, я вас прошу. Оставайтесь дома. Не надо. Утром будет следователь. Идем-то, пожалуйста. Не надо. Идем-то, пожалуйста, идем. Все, все, осторожно. Вот. Тихо, тихо. Все, 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 успокойся. Лен, что вообще здесь случилось? Ты почему была вся в крови? Я не знаю. Ну, все, все. Я ничего не помню. Как? Как, ты совсем ничего не помнишь? Я только, только помню, что мы поссорились, и он ушел. А я уснула, Наташа. Если бы я знала, что так произойдет, я бы его обняла и никуда не отпускала. Наташа, успокойся, успокойся. Все будет хорошо. Может, это был не он. Мы будем надеяться. Ну, все, все, маленький мой, все хорошо. Успокойся. Все будет хорошо. Все, 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 все. Андрей Викторович, что мы здесь ищем? Паш, наши эксперты утверждают, что перед тем, как машину сжечь, жертве нанесли несколько ножевых ударов. Вот так. Ну, убийца же не дурак, чтобы оставлять орудие убийства на месте преступления. Ну, во-первых, убийца часто дураком и оказывается, а во-вторых, Паша, мы ничего не ищем. Мы выполняем должностные обязанности. Мы должны осмотреть машину. Должны. Вот. Ну, ножа здесь точно нет. Паша. Паша, ты нудный. Пойдем в дом. Ты лежи, я открою. Добрый день. Здравствуйте. Старший следователь Васильев, следователь Григорьевна. Нам нужно поговорить с Еленой Николаевной Усковой. А, я ее сестра. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Усковая, это я. Проходите. Скажите, в машине был Рома? Он до сих пор не появился. Окончательные выводы делать рано. То есть, вы считаете, что в машине все-таки был он? Скорее всего, да. Нет. Нам нужно еще слечить зубную карту. Кто у него стоматолог? Моя мачеха Варвара Полежаева. Диктуйте адрес клиники. Давайте, я запишу. Елена Николаевна, нам нужно осмотреть дом. Зачем? Будем искать улики. А какие улики? Вы поймите, в вашем дворе, в вашей сгоревшей машине найден труп. Но в моем доме нету никаких улик. Ну, вот мы и посмотрим. Паша, посмотри второй этаж. С Еленой Николаевной. А мы с Натальей Николаевной осмотрим первой. Проводите. Угу. Пожалуйста. Это у вас столовая? Да, и кухня. Угу. А это Кираса, по всей видимости. Угу. Второй выход? Это в отбор. Какой воздух, а, Наталья Николаевна? Какой воздух? Так. Позволите. Позволите. Елена Николаевна. Откуда на вашей одежде кровь? Кровь? Я порезалась. Каким образом? Ужин готовила, мясо разделывала и порезалась. Покажите раму. Это давно было. Ну, да. А выстирать решили вчера. Белье влажное? Времени не было. Елена Николаевна, а руку порезанную? А балконную дверь вытирали? Ты соскоп сделан? Все сделаю. Какая у вас группа крови? Четвертая положительная. А у вашего мужа? Я не знаю. У меня просьба. Из города никуда не уезжать. Будьте все время на связи. Паша, ты закончил? Да. Пойдем. За кого она нас принимает? Как можно не знать группу крови собственного мужа? Можно, Паша. Если мужик в армии не служил, если у него детей не было, если донором не был, на группу муки не сдавать. Андрей Викторович, она врет. Само собой. Хотя, может быть, еще версия. Она просто переживает за мужа и путается в показаниях. Ну, вы-то всегда можете отличить лошадь правды. Ай, остец. Садись пять. Ты куда, Паша? Садиться за руль. Соседи кто будет опрашивать? Я? Лен, а зачем ты их обманула? Я не знаю. Почему не сказала правду? А что я им должна была сказать, Наташа? Что я ничего не помню. Что проснулась вся в крови. Выбежала. А там пожар. Тело в машине? Слушай, я же юрист. Я понимаю, чем все это грозит. Никто толком разбираться не будет. Тело есть. Крови есть. Все. Виновата. Как я пятно этого не заметила? Как я про дверь про эту забыла? Как вообще здесь могла оказаться кровь? Наверное, я ночью выбегала и запачкала. Что теперь будет? Я не знаю. Так вы говорите, она угрожала мужу. Она была в ярости. Кричала, угрожала. Сыпала проклятиями. Еще скажи, что она летала на метле. Да, она была расстроена, это да. Но чтобы угрожать, я не помню лично. А я помню, она угрожала ему. Да не угрожала. Угрожала. Нет. Спасибо вам за помощь. Вы свободны. До свидания. До свидания. Слушай, ну что ты постоянно выдумываешь? У тебя фантазия, как… Так вы думаете, она убила мужа? По крайней мере, у нее был мотив. Для убийства это ревность. Была возможность. И вот если кровь, которую мы обнаружили, на двери окажутся не ее группы, у нас будет основание для ее задержания. Не люблю я эти убийства семейные. Да? Да. Когда жена мужа убивает, это как-то неправильно, что ли? Конечно, Пашенька. Когда жена убивает мужа, это неправильно. А вот когда муж жену, это нормально. Смеетесь, да? Садись за руль, моралист. Говорят, что там от дела вообще ничего не осталось. Может, это не он был? Ну, а кто? В Ромкиной машине, в Ромкином дворе? Мужеская. Убедная Лена. У нее так в последнее время с нервами паршиво было. Каково теперь? Лена теперь подозреваемая номер один. Да, не повезло ее адвокату. Ага. А интересно, у нее есть кто толковый? Да ты что, хочешь предложить свои услуги? Нет. Там дело заведомо проигрышное. Нет. Это почему? Факты. Упрямая вещь. Сереж, ты чего? Муху убил. Ну, знаете, если честно говоря, у них с Ромой в последнее время отношения… Да, это тоже… Это да. Варвара Юрьевна, следователь Григоренко, я звонил вам по поводу медицинской карты Романа Ускова. Минуту. То есть, вы думаете, в машине был все-таки Рома? Не знаю. Проверяем. Варвара Юрьевна, мне придется задать вам несколько вопросов. Хорошо, только быстрее. У меня пациент по скорой. Да, да, конечно. Это по поводу Елены Усковой. Вам не показалось, что в последнее время она как-то взвинчена, напряжена? Это же Лена. Она всегда такая. Хотя, конечно, после смерти Коли она стала более нервной. Недавно мы с ней сильно поссорились. Она почему-то решила, что у меня с ее мужем Роман. А вы повода не давали? Лена утверждает, что видела нашу с ним переписку в мобильном приложении. А у меня нет мобильных приложений. Так что я не знаю, с кем там Рома переписывался. Да и мало ли на свете Варвара. Да, логично. А где вы были вчера вечером? Здесь. Весь вечер и полночи. Много пациентов. Угу. И кто-то может это подтвердить? Охранник. Спасибо. Спасибо вам большое. Угу. Скажите, вы вчера вечером дежурили? Скажите, Варвара Полежава в котором часу ушла с работы? Около двенадцати. А вы в последнее время в клинике ничего подозрительного не замечали? Да, вроде ничего подозрительного, но все как обычно. Ясно. Поклонники? Да нет. Ну, это Варваре Юрьевне подарили. Ей в последнее время часто цветы дарят. Варваре Юрьевне. Угу. Да. Паша, бери ордер. Кровь не ее. Хорошо. Я сейчас заеду за ордером и буду ждать вас у дома Усковой. Давай. Хорошо. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, конечно. До свидания. Хороший портрет. Масла. Елена Николаевна, А у меня для вас плохие новости. Согласно стоматологической экспертизе, было установлено, что тело, которое было найдено в сгоревшей машине, принадлежало вашему мужу, Ускову Роману Андреевичу. И это еще не все плохие новости. Кровь на двери, это не ваша кровь, как вы утверждали, а вашего мужа. Ну, конечно, вы могли не знать группу крови своего мужа, а вот мы выяснили все из той же стоматологической карты. Мы даже выяснили мотив убийства — ревность. Ревность. Вы же ревновали вашего мужа. К вашей мачехе, Варваре Полежаевой. И боялись, что он уйдет к ней. Да как вы можете такое говорить? У нее муж погиб, а вы… У меня еще для вас плохая новость. Вот постановление о вашем задержании. Собирайтесь. Тихо. Мне нужен адвокат. Само собой. Но СИЗО никто не отменял. Я не понимаю, как вы по ночам спите? Я прекрасно сплю по ночам. В чем проблема? А в том, что вы невиновного человека тащите в тюрьму. Она любила своего мужа, она не могла его убить, вы понимаете? Собирайтесь, Елена Николаевна. Григоренко, проводи. Наташа, а вы останьтесь. Присядьте. У меня к вам несколько вопросов. Скажите, что вы делали вечером в день убийства? Я была в салоне красоты. Да? Кто-то может это подтвердить? Конечно. Мастер может. Она со мной несколько часов провозилась. Дать вам номер телефона? Боже, скажите, когда вы увидели свою сестру, у нее на одежде были следы крови? Нет. Не было. Вы знаете, что бывает задача ложных показаний? Да, я знаю. Ясно. А что вы думаете о той ситуации, когда ваша сестра якобы увидела труп своего мужа? Вы поймите, после смерти отца у Лены была страшная депрессия. Мы за нее очень волновались. Рома даже вызвал врача. Какого? Психиатра Леонского. Он ей выписал успокоительное. Но вы не подумайте, она, она морально, психически абсолютно здорова. Успокойтесь, Наташа. Успокойтесь. Вот психическое здоровье несут наказание по всей строгости закона. Закона. К стене. Открывай. Пошла. Налево. К стене. Пошла. Вперед. Вот. Это что-то новое. А поздороваться? Тебя что, первый раз замели? Ничего, это по-первыхому хреново. Второй-третий раз как к себе домой приезжаешь. Курить будешь? Что-то ты ей не нравишься, Маруся. Ничего. Мы сейчас газолиночка бахнем. Вчера ребята с Волей принесли. Угощайся. Мы не подружимся. Чего это мы не подружимся? Ты как думаешь? Ускова на выход. К стене. Налево. Налево. Да иди уже. Вперед. Открывай. Заходи. Сергей, спасибо, что вы приехали. Это очень вовремя. Как только узнал, сразу к вам. Попробуем вас вытащить. Вы думаете, это возможно? Думаю, да. Я в курсе того, что произошло. Наташа мне все рассказала. Но меня интересуют некоторые подробности. Да. Конечно. Почему на вас была кровь? Я не знаю. Ороде убийства. Вы находили нож? Или какой-нибудь другой колюще-режущий предмет? Нет. Ничего такого. А провалы в памяти у вас раньше были? Нет. Это впервые. Конечно, зря вы соврали следователям. Дело сложное. А вы ее еще больше усложняете. Я боялась, что меня увидят в крови и все решат, что я убьется. Ладно, выкрутимся. Возможно, завтра удастся поменять меру пресечения до суда. Сергей, я вас умоляю, вытащите меня отсюда. Меня сокамерницы покалечат. Я понял. Подождите. Мы можем поговорить? Узкова. Узкова, на выход. К стене. Выпускаю тебя под домашний арест. Сергей, вы действительно очень хороший юрист. Спасибо. Сознаюсь, я сегодня всю ночь приводила свои мысли в порядок. И знаете, ваш картер подействовал на меня лучше всякого психотерапевта. Я рад. Скажите, мы можем сейчас поехать ко мне и обсудить дальнейший план действий? Да, конечно. Кстати, ваш врач Олег Леонский дал свое заключение. Будет назначена медэкспертиза. Спасибо. Наташ! Наташа, ты дома? Отпустили. Слава Богу! Я знала. Я знала, что тебя отпустят. Но они же не идиоты, чтобы серьезно считать тебя убийцей. Ты думаешь, что это они сами меня отпустили? Сергей Викторович постарался. Правда? Спасибо. Спасибо вам большое. Не за что. Сергей, вы проходите на террасу. Я сейчас подойду. Хорошо. Ай, Ленка! Ну что ты? Ммм, осунулась. Как там спрашивать не буду, сама знаю. В юности бывала. Как дела на фирме? Все нормально. Народ тоже думает, что я… Да ты что? Нет, нет. Все уверены в твоей невиновности. А ты? Ты еще спрашиваешь? Я-то тем более. Ладно, беги к своему гостю. А я вам чего-нибудь вкусненького приготовлю. Стой. Я так рада, что ты дома. Прости нас с отцом. Если бы не этот дурацкий случай, все было бы по-другому. Вот это что уж. Итак, Лена, давайте еще раз пройдемся по тому вечеру. Может, вы что-то забыли, упустили какую-то мелочь. Я все очень хорошо помню. Мы с Ромой поссорились из-за его любовной переписки. Он напоил меня успокоительным. А дальше провал. Потом весь этот ад с пожаром, кровью… И больше никакие детали? Вроде нет. Разве что Рома позвал в гости соседей, ведь мы с ними до этого никогда не общались. Соседей? А что насчет канистры? Какой канистры? Ну, рядом с машиной была найдена пустая канистра из-под бензина. На ней ваши отпечатки. Я про канистру первый раз слышу. Следователь о ней вообще ничего не говорил. Странно. Вы мне не верите, да? Я очень хочу вам верить. Ну что, я пойду. А вы отдыхайте. У вас завтра тяжелый день. Сначала похороны, потом медкомиссия. Сереж, я ведь не убивала Рому. Разберемся. До свидания. Как ты? Как ты? Как ты? Как ты? Вечность. Такая бездна. Ромка, прости меня. Прости за то, что так много не успели и за то, что… Уже ничего не исправить. Лен. Успокойся. Ты ни в чем не виновата, слышишь? Как бы я хотела, чтобы это был дурной сон. Просто дурной сон. Сереж. А ну стой. Ты зачем сюда пришла? В каком смысле? Я знала Рому много лет и не могла не прийти. У тебя совсем совести нет? Ты соблазнила чужого мужа. А если Лена тебя заметит, она и так в ужасном состоянии. Послушай, это не твое дело. Но у меня никогда ничего не было с Ромой. Ты хоть мне лапшу на уши не вешай. Да я представляю, какие рога ты папе наставляла. Не смей показываться, я на глаза ты поняла. Правду говорят. Мусорная кошка никогда не станет домашней, сколько ее не ласкаем. Я подожду, пока вы уйдете. У вас в крови обнаружены транквилизаторы. Скажите, вы принимали какие-то препараты накануне того дня? Да, да. Врач выписал мне успокоительное. Вот рецепт. Да, это то вещество, которое мы обнаружили у вас в крови. Но концентрация слишком высока. Сколько вы приняли препарата в тот день? Согласна рецепту, десять капель. Нет, подождите. Во время ссоры муж дал мне выпить еще. Но я его не допила. Возможно, высокая концентрация препарата в крови связана с реакцией организма на затяжную депрессию. Я не совсем понимаю, что это означает в контексте моего обвинения. В контексте обвинения вы вменяемы. И можете предстать перед судом. Ну что? Признали вменяемы, предложили предстать перед судом. Алло, алло. Да, хорошо. Сейчас подъеду. Все нормально? Звонил следователь, просит приехать. Поехали. Сереж, спасибо, что вы есть. Да не за что. Елена Николаевна, я хочу быть с вами откровенным. Все факты и улики, которые мы собрали, указывают на то, что именно вы являетесь виновницей смерти Романа Рускова. Но это немыслимый бред. Но почему же бред? У нас есть свидетели, которые утверждают, что в тот вечер вы с мужем ссорились. У нас есть ваши отпечатки пальцев на канистре из-под бензина. У нас есть заключение экспертов, которые утверждают, что кровь на двери. Это не ваша кровь. Но не главное, что есть у нас. Главное, что есть у вас. А у вас есть мотив. И какой же у меня мотив? Ревность. За все время следствие не выявило никого, кто бы был заинтересован в гибели Романа Ускова, кроме вас. Но это ваша проблема? Что у вас больше нет других версий? А у нас есть факты. У нас есть свидетельства охранников городка, которые утверждают, что никто из посторонних не въезжал, не выезжал. Это подтверждают камеры видеонаблюдения на въезде. А тот факт, что у моего мужа была любовница? Ну, была или не была. Лично я думаю, что это плод вашей фантазии. Это не плод моей фантазии. Это вдова моего отца Варвара. И у нее тоже может быть мотив. Конечно. Но мы прорабатывали и эту версию. И знаете что? С ее номера на номер вашего мужа не было никаких сообщений. Кроме того, у нее алиби на вечер убийства. Так что все против вас. Ну, я не убийца, поверьте. Елена Николаевна, как я могу вам поверить, если вы не раз пытались обмануть следствие? Утверждаю, что кровь на двери это ваша кровь. Ну, гражданка Ускова, вы поймите, я пригласил вас сюда, чтобы помочь. Чистосердечное признание значительно сократит срок вашего заключения. Это вам ваш адвокат скажет. В чем мне признаваться? Как я могла убить человека, с которым сидела за одной партой? Ну и что с того? Если это для вас ничего не значит, то для меня значит. Ну какая из меня убийца? Какая из меня? Как я могла убить его? Как я? Как я могла его убить? Как? Каждый человек может убить. Вы поверьте моему опыту. И вот если вы не докажете свою невиновность… Моя клиентка ничего не должна доказывать. В нашей стране действует презумпция невиновности. Вы в курсе? Я в курсе. Но вина вашей клиентки практически доказана. И я считаю, что будет лучше, если вы сами… Так, все. Моя клиентка больше не в состоянии продолжать допрос. Значит, не получилось. Ну что ж, вы свободны. Пока. Лена, вам не стоит так волноваться на допросах. Это против вас. Я понимаю, но я с собой сделать ничего не могу. Ну это же какой-то вязкий долгий кошмар, в котором все считают меня убийцей. Ну не все. Я не считаю. Ваша сестра не считает. Спасибо вам. Я рад вам быть полезным. Садись в машину, я отвезу вас домой. Отвезите меня, пожалуйста, пообедать в какое-нибудь хорошее место. Да, конечно. Да. Разрешите? Паша, заходи. Вот. Результаты медэкспертизы Усковой. Надо подшить в дело. Что там? Признанно обменяемой. Ага. Что и следовало доказать. А то устраивало мне, понимаешь ли, истерики, да? Андрей Викторович. Угу. Ну, вы же не собираетесь передавать дело в суд? Что это? Такое дело. Я его заламинирую и себе под стекло на стол. Угу. Ты что? Ну, смешно. Ну, да. Но если серьезно, дело идет в суд, Паша. Чего тянуть? Как чего тянуть? Преступление не раскрыто. Картина преступления не ясна. Мне ясна. Да как же ясна? Андрей Викторович, если врачи признали Ускову здоровой, если она здорова и она убийца, она должна была все рассчитать, зачем так бездарно подставляться? Тут надо еще порыть. Григоренко, поезжай к теще на дачу, а? Вот возьми лопату и рой там сколько хочешь. Я на это время свое тратить не собираюсь. Дело идет в суд. Все. Ну, просто… Григоренко свободен. Слушались. Свободен. Приятного аппетита. Спасибо. Дело уже направлено в суд. Предварительное слушание назначено на среду. Мне страшно, Сереж. У меня кровь постоянно перед глазами. Лен, давайте предположим, что вы убийца. Почему вы действовали так необдуманно? А если я была в состоянии аффекта? Вот. Следствие установило, что Роману нанесли ножевые ранения. Но ножа на месте преступления так и не нашли, хотя все обыскали. Значит, убийца забрал его, где-то спрятал. Вот здесь несостыковка. Почему вы, находясь в состоянии аффекта, оставляете после себя столько улик, которые прямо указывают на вашу вину? А нож прячете? Значит, был кто-то еще? Да. Был. И он пытается вас подставить. Сереж, спасибо вам еще раз огромное. Да не за что. Вы постарайтесь забыть обо всем и поспать. А вечер у нас для этого. Постараюсь. Я буду вас ждать. Лена! Как хорошо, что ты дома. А ты не на работе? А я вот решила прийти пораньше с тобой побыть. Я тебя напугала, прости. Ничего страшного. Да нервы ни к черту. Ты что-то ищешь? Да ты знаешь, планшет свой потеряла, никак найти не могу. Так вот же он. Представляешь, голова совершенно не соображает. Тебе нужно отдохнуть. Может, сходим куда-нибудь? Развеемся? Ну? Наташа сегодня придет ко мне Сережа, будем прорабатывать линию защиты. Ты сходи сама, пожалуйста. Мне правда еще поработать надо. Все будет хорошо. Ну, не буду мешать. Сережа, это не обсуждается. Лен, да вы поймите, у них только косвенные улики. Зачем нам доследовать? Этих косвенных улик хватит, чтобы меня посадить. Не хватит? Это же смешно. Мы будем настаивать на оправдательном приговоре, а дальше будь что будет. Что значит будь что будет? А если меня посадят? Не посадят. Почему вы так уверены? Послушайте, доследование даст нам дополнительное время. И склонить судью в пользу обвинения. Это неправильная тактика. Сергей, вы мой адвокат, я уважаю ваше мнение. Но судить будут меня, поэтому позвольте мне выбирать тактику. Пойдемте, я вас провожу. Встать. Суд идет. Прошу садиться. Прошу садиться. Таким образом, обвинение намерено доказать, что Ускова Елена Николаевна, находясь в здравом уме и трезвой памяти, нанесла своему мужу, Ускову Роману Яковлевичу, ножевые ранения, несовместимые с жизнью, а затем сожгла его тело. У меня все, Ваша честь. Слово предоставляется стороне защиты. Защита готова к суду, Ваша честь. Но только я еще раз хотел бы пройтись по всем пунктам обвинения. Итак, первое. Ссора с мужем, который видели и слышали соседи. Второе. Тот факт, что на территорию поселка не визжал никто из посторонних. Третье. Мотив. Мотив – ревность. Четвертое. Отпечатки пальцев на канистре. И пятое. Пятна крови на одежде. Да. Это все вполне недвусмысленно указывает на вину гражданки Усковой. Но давайте поподробнее. Итак, первое. Ссора с мужем, да? Насколько мне не изменяет память, господин прокурор недавно пережил развод, которому, как я полагаю, предшествовал ряд ссор с супругой. Но вот что странно. Он не убил свою жену? Или я ошибаюсь? Ваша честь, я протестую. Это не имеет никакого отношения к делу. Протест принимается. Господин адвокат ближе к делу? Да, да, да. Простите, Ваша честь, господин прокурорничего личного. Итак, идем дальше. Второй пункт. То, что на территорию поселка не визжал никто из посторонних. И это доказано. Но, судя по данным управляющей компанией поселка, там проживает 132 человека. В принципе, каждый из них мог совершить убийство. Но я понимаю. Конечно же, допросить каждого, это, ой, это заняло бы столько драгоценного времени господина прокурора и следствия, что идем дальше. Третье. Мотив. Мотив – ревность. Совершенно логично. Избавиться от объекта ревности, а сотверницу оставить в живых. Ну, для того, чтобы потом, мило, на кухне обсуждать недостатки почившего. Я, кстати, не беру во внимание тот факт, что следствие проверило телефон Романа Ускова и не нашло в нем никакой любовной переписки. Хотя в наш век цифровых технологий удалить переписку из мобильного приложения не составляет труда. Тем более, что она не хранится на сервере. И здесь мы подходим к самому интересному. Отпечатки пальцев на канистре и пятна крови на одежде. Которые, между прочим, являются главными уликами. Во! Да! Почему? Потому что орудие убийства не было найдено. Но! Обвиняемая, она же, как умная женщина, могла его спрятать. Правильно? Она же умная женщина, господин прокурор. Ну, не глупая, как указано в медицинском заключении, господин адвокат. Ну, вот. Итак. Умная женщина. Елена Ускова. Убивает своего мужа. Потом прячет орудие убийства, предположительно, нож. Садит труп в машину, обливает бензином, поджигает и оставляет канистру со своими отпечатками на месте преступления. Но, конечно, ведь именно так поступает умный и хладнокровный убийца. Не так ли, Ваша честь? Продолжайте. И я продолжаю. Потом она находит на своей одежде пятна крови своего мужа. И что же она делает? Как умная и, безусловно, практичная женщина, она, она не выбрасывает ее. Не сжигает. Стирает. Потом вешают из себя во дворе. У всех на виду. Даже не проверив, отстирались ли пятна. И венцом всех этих логичных действий умной женщины было, конечно же, вызвать полицию. Я не знаю. Как-то это все не вписывается в алгоритм действий хладнокровного умного убийцы. Елена Ускова не убивала своего мужа. У меня все, Ваша честь. Суд удаляется на перерыв до вынесения приговора. Прошу всех встать. Мы ведем репортаж из районного суда, где только что генерального директора компании «Строймаркет» Елену Ускову, обвинявшуюся в убийстве своего мужа, освободили прямо в зале суда. Лена, девочка моя, как я рада. Елена, какие эмоции вы сейчас испытали? Ну, отец ее в покое. Я точно знала, что тебя оправдают. Мы поздравляем. Спасибо. А где Сергей? А он, кажется, уже домой уехал. Как? Поехали. Отпразднуем. Потом. Чуть позже. Лен, ты куда? Все потом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова